Валерия Константиновича Спасибо за реальную оценку вещей Как оказалось, не только я попалась на удочку горе-продавцам из раскрученных питомников Я бы хотел выслать вам фотографию того деревца с черненькими ягодками, что выросло у меня Но в 24-м вебинаре увидела точно его на снимке другой вашей почитательницы Все правильно, это точно вишня бесея Мне еще хотелось задать вам пару вопросов, с вашего позволения Вот, так, ну на этом на секунду останавливаюсь Значит, напоминаю, вишня бесея, о ней было написано Помните, как широко распространенная, малоизвестная Вот, а в скобках надо написать Это не честная политика плодопитомников, которая приводит на бесея Придет время, я вас познакомлю с одним из публикаций Где человек очень авторитетный пишет Абрикос на бесея Два-три года смерти, абрикос на груши Ой, абрикос на сливе Долго не живет, абрикос на русе долго не живет Абрикос на терне долго не живет Вот, ну, для этого и наши вебинары Вот, вот это вот вишня бесея Это сотни тысяч, если не миллионы смертей Вот, продолжаю искать абрикос, плодоначащий на вишне бесея Беда абрикоса в том, что в первые годы у них с вишней хорошая совместимость Так, идем дальше Первонаперво, хотелось бы справиться с здоровьем Юрия Васильевича Я за него волнуюсь, хотя я не знакома лично Звонить напрямую боязно Да и тревожить эти раз не хочется Пусть поправляется, набирается сил И вам тоже крепкого себежка здоровья на долгие годы Так, чтобы научить и так далее Ждем следующее видео с очередной порцией знаний Вот это, Бродский мне позвонил по скайпу полчаса назад Вот, продолжает тонуть вместе с, это самое, со всем приморьем Вот Когда я спросил люди, вот, как это письмо Боятся и стесняются позвонить Он говорит, да вот, запишите мой телефон, пусть звонит Так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...